Все понимают, что создание путики стоит 2 миллиона долларов, маленьких калитражек, не меньше, типа 120 тысяч и 200 секунды стоит. Но когда делаем, как у нас есть отдельное направление, если довольно простое, 30 тысяч секунды стоит, не меньше. Благодаря нейросетям труд кинематографистов может стать дешевле. Гости шукшинских дней на Алтае рассказывали всем интересующимся о новом инструменте в работе. Не только над созданием видео, изображений и звука, но и над созданием шаблона сценария. Меняются не сами методы решения, а вообще целиком подход. Где раньше стоимость одной цены могла доходить до 100 тысяч долларов или миллиона долларов, сейчас эта стоимость в сотни и в тысячи раз по цене становится ниже. Это, соответственно, влияет на количество контента, который будет появляться просто в рамках в мире, в информационном пространстве. Но важный параллельный момент, что теперь доступ есть у каждого. За три дня программы слушатели смогут создать свое аудиовизуальное произведение с помощью нейросетей. Я боялась, что нужно будет создавать какое-то компьютерное чудо. Но если по поводу сценария, то, наверное, это интересно. То, что я сегодня прослушала, для меня понятно. Не опробовано еще, но понятно. И мне бы очень хотелось попробовать. Я думаю, что я это с азартом буду делать. Ведущие деловой программы о нейросетях рассказывали подробно, в том числе о том, что они бывают разные для математиков, художников, психологов и так далее. Позволяют генерировать даже фантастические изображения, и это возможность в разы сократить время работы мультипликатора. Появляются и гиперреалистичные работы, когда мы можем увидеть, к примеру, постаревшую принцессу Диану и Лимону Лизу в полный рост, будто Леонардо да Винчи ее дорисовал. Чем точнее формулировка запроса, тем ближе к желаемому получится результат. Но компьютер до сих пор несовершенен, и ошибки робота исправляют вручную. Те же технологии позволяют создавать дипфейки и обманывать. Вот понятие тембра, голоса, интонации – это как отпечаток пальцев у человека, понимаете? И когда вот сейчас, если нейро будут заменять вот эту интонацию и голос человека, ну, мне кажется, это нарушение прям какой-нибудь прав человека. Вот для меня это важно, начали возмущаться голливудские актеры, потому что использование их интонации и тембра легко можно без согласия даже, то есть воровство. Говоря об этике, профессионалы уверены, что на любое зло найдется и добро. Нейросеть работает на основе экспертной оценки, то есть человеческого мнения. В базе данных, которая собрана людьми, ограниченное количество шаблонов для любого нейротворения. Все рецензии, рекомендации, сценарии, они будут очень похожи, если будем юзать чат GPT. Но потом каждая СМИ или каждый человек научится находить даже в искусственном интеллекте уникальность. Ну и самое главное, оставлять за собой право в финальной редакции, чтобы текст был уникальный. Пока человек пользуется шаблонами нейросетей, он создает новое из старого. Но когда у нейросетей заканчиваются идеи, восполнить базу способен только человек. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов. День с толком.